Как вы знаете, я очень люблю экспериментировать, особенно когда дело доходит до творчества. Как вы уже поняли из названия ролика, сегодня я буду пробовать рисовать граффити. Рисовать я буду на пленке, потому что ее можно натянуть где угодно, лично я делаю это все на даче, плюс никакие стены не пострадают от моих художественных экспериментов. Пленку можно натянуть между деревьями, но у нас не было подходящих деревьев, поэтому пришлось вдалбливать в землю колышки, хотя нет, колышками обычно называют что-то маленькое, это гигантские палки. Как видите, у меня было два помощника, которые помогали мне соорудить всю эту конструкцию. На данном этапе важно проконтролировать, чтобы палки стояли вертикально, ровно, потому что иначе потом будет сложно натягивать пленку. Как вы понимаете, я занималась контролем процесса и созданием контента. Не надо смеяться, это очень важная задача, между прочим. Мы решили сверху вставить еще одну металлическую трубу, чтобы вся конструкция была устойчивее, и чтобы от натяжения пленки эти палки не хренились внутрь. Но, в принципе, этот этап не обязателен, и без него можно обойтись. Дальше я стала натягивать пленку между этих двух палок. Это обычная пищевая пленка, только в большом формате, купить ее можно на маркетплейсах. Кстати, признаюсь вам честно, в названии я немножечко слукавила. Это не первый раз, когда я рисую граффити. Первый раз был в прошлом году, тогда я тоже натягивала пленку, я тоже это делала на даче. Но у меня тогда еще не было ютуб-канала, у меня был только тикток. Я сняла туда таймлапс своей работы. Я думала, что это будет кому-то интересно и наберет много просмотров, но нет. Это видео набрало 10 тысяч просмотров. Вот, кстати, кусочек из него. Ну и в этом году, собственно, я решила повторить свои мучения только в формате полноценного длинного видео на ютуб. Натянув пленку, я приступаю к самой работе. Я заранее нарисовала эскиз на айпаде в приложении Procreate и нарисовала я гривистого волка. Это такое животное, смесь лисы и волка. Насколько я поняла, его до сих пор не могут определить ни к одним, ни к другим. Фотографию этого животного я взяла как референс, а дальше уже дала волю воображения, раскрасила его в разные яркие цвета. На этапе эскиза важно продумать, на какие слои будет делиться рисунок. Первый слой у меня основной цвет, это синий. Затем пойдут тени, блики, акцент другого цвета и, наконец, лайн. Мне кажется, самая большая сложность в таких работах как раз таки в том, что лайн идет в последнюю очередь. И если ты плохо рисуешь баллончиком, как, например, я, у тебя есть большая, очень большая вероятность все запороть. Что ж, проверим, справлюсь ли я. Кстати, мне очень нравится снимать видео про свои творческие эксперименты, именно потому, что при съемке видео важен процесс, а не результат. Для меня это своеобразный челлендж, эксперимент, которым я могу поделиться с вами и, может быть, подкинуть вам каких-то идей. Кстати, есть еще одна особенность рисования на пленке, которую важно учитывать. Если вы нарисовали какую-то неточную линию внутри изображения, это не страшно, потому что поверх все равно все перекроется цветом. Но если вы вдруг вышли за контур, то тут уже работу будет исправить значительно сложнее, потому что пленка, она просвечивает, и как раз таки внешний контур, он должен быть максимально четким и понятным. Лично меня очень забавляет, как наличие художественного образования ничуть не помогает мне в рисовании баллончиками. Раньше я думала, что если ты умеешь рисовать, ты сможешь нарисовать все, что угодно, потому что ты оцениваешь здраво пропорции, ты можешь подобрать цвета, ты примерно понимаешь материалы. Но это все нивелируется, когда ты берешь в руки баллончики. Наверное, тут еще проблема в том, что я все пытаюсь переносить на глаз, потому что я уверена, что у меня наметанный глаз. Но при этом, когда у тебя такой масштаб, ты не можешь оценить все сразу. Это не лист А3 и даже не ватман, и с переносом изображения как раз таки возникают сложности. Кстати, поэтому многие художники, когда рисуют на стенах, используют разметку или проекторы. Финальной частью изображения, как я уже говорила ранее, является обводка. Ну что ж, тут-то мы и узнаем, испорчу я сегодня все или нет. Как я понимаю, главное тут, чтобы линии были четкими и уверенными. Спойлер, мне это так и не помогло. Все мои линии выглядят как какой-то вобл-бобл. Но я пыталась, ребята, честно, я пыталась почувствовать себя частью, знаете, этой уличной культуры. Но, видимо, быть мне домашним художником до конца дней своих. Либо, конечно же, практиковаться. Много практиковаться. А краска нынче очень недешевая. А этим роликом я хочу сказать вам следующее. Не бойтесь экспериментировать. Не бойтесь пробовать себя в новых техниках. И не расстраивайтесь, когда получается отстой какой-то. А чтобы мой лиса-волк выглядел немножечко симпатичнее и романтичнее, мы решили срезать цветочек и вставить ему в пасть. Давайте представим, что он несет этот цветочек своей возлюбленной лисо-волчихи. Ладно, надеюсь, вам было интересно наблюдать за моими творческими мучениями. Если это так, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а если вы досмотрели до этого момента, то вам полагается бонус. Бонус это вот это вот рыба-бульдозер, которую нарисовала моя младшая сестра. Пишите в комментариях, какая работа лучше, рыба-бульдозер или лиса-волк. Ну, а я желаю вам бесконечного вдохновения. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok